Мы уже говорили о том, что обновление старых районов и городов, то, что мы называем пиной-пиной, часто ведет к уплотнению городской застройки. И противники этого говорят, что мы помещаем людей в каменные джунгли из бетона и асфальта. Есть ли способ улучшить ситуацию? Главное произведение, я бы сказал, произведение искусства, симфония. Это здание, которое называется «Вертикаль Боска», находится в Милане и строилось с 2009 по 2014 год. Как вы видите, архитектор предпринял максимальное усилие, чтобы сделать фасад здания по-настоящему зеленым. И настолько это получилось удачно, это здание стало всемирно известным и принесло автору также всемирно известным. Совершенно недавно, буквально месяц назад, Стефано Баери дал такую очень развернутую презентацию в Барселоне. Институт Advanced Architecture, продвинутой архитектуры в Барселоне, можно на YouTube найти запись этой лекции. Она произвела на меня огромное впечатление. И вот в частности, среди многих важных деталей, он показал, как эти его проекты шагают по миру. Вот это оригинальное здание в Милане, здание в Голландии, в Китае, в Египте, в Каире. Что, кстати, для нас важно, потому что это близко к нам по климатическим условиям в Швейцарии, еще одно здание в Голландии и так далее. А на следующем слайде, давайте посмотрим, он еще развернул и дал совершенно широкий обзор зеленых проектов в мире. Как вы видите, эта революция, она набирает силу прямо на наших глазах. И это можно понять, потому что люди стали богаче, и для них теперь самое главное не только, не просто добыть себе пропитание и крышу над головой, а жить в хороших, здоровых условиях и беречь окружающий мир. И зеленые города – это один из лучших способов приложить усилия в этом направлении. Но есть еще один важнейший аспект. Если очистить города от загрязнений, от выхлопных газовых автомобилей и выделения асфальта, это два основных источника загрязнений, и можно добиться того, чтобы они ушли в прошлое. В городе можно будет выращивать фрукты и овощи. И вот как один из примеров, есть такое устройство, называемое FarmBot, робот для выращивания маленького огородика. Он едет, это такой П-образный, знаете, как балочный кран, который в портах, только в миниатюре. Он ездит по направляющим рельсам маленьким вдоль участка, который может иметь ширину 2-3 метра и длину 8-10 метров. И он делает полный цикл огородных работ. Вот этот манипулятор, он может поперек, по верхней части этой буквы П, ездить поперек и достигать любого места на огородике. Значит, он спускается вниз, он может брать в коробочке семена или рассаду, вдавливать их в этот огородик, согласно той схеме, которую вы выбрали на экране своего компьютера или смартфона. Затем он поливает, удобряет, проверяет влажность почвы, выпалывает сорняки и так далее. И так далее, и так далее, дает дорасти вашим овощам до полной готовности. И вам остается только сорвать вот этот уже созревший помидорчик или какой-нибудь ароматный лучок или укропчик. И насладиться тем, чего мы лишены на самом-то деле. Потому что, ну что, городскому жителю срываются полузрелые овощи и фрукты где-нибудь у фермера там в Кибуце или Машаве. И везутся, и вот эти помидоры, особенно в последнее время, мы знаем, они такие стали твердоватенькие. Ну, понятно, селекционеры идут по просьбе работников сельского хозяйства и торговли, чтобы они были прочнее и лучше доезжали до места. Кроме того, в этой сети поставки и продажи мы туда платим три четверти тех денег, которые мы платим за тот же помидор или за яблоко. Только около четверти доходит фермеру. Так, чтобы иметь свежие помидоры, лучок и яблочко вблизи своего дома, вот это новое время, оно уже на подходе. И, как я уже сказал, сельскохозяйственные роботы огромную роль играют в этом процессе. И сейчас вот прямо на наших глазах происходит огромный прогресс. По моей оценке, по моему ощущению, в ближайшие 5, 10, 15 лет сельскохозяйственные роботы просто займут место человека. И более того, они позволят вместо огромных полей, где господствовали тракторы весь 20 век, выращивать полностью все, что человеку нужно на его приусадинном участке или в случае города на его балконах и в садике, которые находятся внизу дома. Мы знаем, к примеру, что Илон Маск сегодня создает поселение где-то в Северной Европе, которые полностью сами себя обеспечивают овощами, фруктами, другой продукцией. И он там очень активно использует вертикальные теплицы, такие многоэтажные сооружения, которые очень эффективно используют площадь земли. А в городских условиях у нас эти вертикальные теплицы, они просто бесплатны. Ну, теплицы, не теплицы. Нужно ли огораживать балконы, особенно в условиях Израиля, это отдельная тема для обсуждения. Но, по крайней мере, скачок в качестве жизни это, безусловно, представит. А, кроме того, важнейшая тема – это расширение городов. Израиль очень с большим опасением относится к этой теме расширения городов, потому что хотят сохранить природу и сельскохозяйственные земли. Так вот, если добиться того, чтобы город, расширяясь на землю, допустим, Никибуса или Машава, полностью сохранял продуктивность этого участка земли, а при вертикальном расположении озеленения это вполне возможно, то мы с намного более легким сердцем могли бы позволить городам расшириться и таким образом не селить людей в этих огромных башнях, которые имеют много-много проблем. У меня еще будет отдельная презентация и на эту тему тоже. А, кроме того, зеленые города, они еще и прохладнее. Вы знаете, возле моего дома есть такой вади, такой природный участок в Иерусалиме. И летом, когда я туда спускаюсь, он буквально ограничен с городом. Я когда туда спускаюсь, я сразу окунаюсь в прохладу. В условиях особенно южного города солнце нагревает асфальт, как мы все знаем, до огромной температуры, может быть, и 50, и 60, и выше градусов. И зеленый город, он от этого предохранен. Ну и те, кто думает о глобальном потеплении, они в особенности должны радоваться зеленым городам, поскольку не только уменьшается количество углекислого газа, поскольку эти растения, они очень много впитывают из воздуха. И то, что мы компактно селим людей, кстати, это еще и уменьшает транспортные расходы и расходы энергии на транспорт. Но кроме того, как я уже сказал, города, они нагревают, они как печки, они нагревают землю. И зеленые города лишены этого большого недостатка. А кроме того, листья, растения, они еще и притягивают токсичную пыль и умеют ее обезвреживать. То есть вот этот путь, этот путь, он достоин очень глубокого изучения. И если в Израиле мы собираемся вести массовую перестройку многих сотен тысяч квартир в новых домах и даже миллионов квартир, вот эта тема, потенциал для зеленых городов должен быть в нашем сознании. Пусть даже с небольшими предварительными усилиями строить таким образом, чтобы при желании нам было легко осуществить вот этот зеленый проект. Как же подготовить наши заново перестраиваемые города и микрорайоны к условиям зеленого города? Прежде всего, в новых домах хорошо бы сооружать как можно больше балконов. И здесь уже надо хорошо подумать о муниципальной регуляции. Дело в том, что в городском плане зачастую указывается общая площадь дома, включая балконы, общая жилая площадь, включая балконы. Таким образом, застройщики, им выгодно балконы сделать в скромном количестве площади и побольше площадь комнат, поскольку он знает, что и жильцы с большим удовольствием и за большие деньги купят эти квартиры. Если изменить этот принцип и со стороны ИРИИ муниципалитета сказать, что мы указываем вам жилую площадь дома, а балконы можно сооружать сверх этой жилой площади, но мы найдем средства проследить и обеспечить, чтобы эти балконы были по-настоящему зеленые, это автоматически приведет к тому, что количество балконов во вновь сооружаемых домах станет намного больше. Потому что если человеку сказать, вот у тебя такая-то жилая площадь, а к ней еще много балконов, конечно же, человек с намного большим удовольствием приобретет такую квартиру. А цена ее, себестоимость строительства, она увеличивается очень незначительно, ну, максимум процентов 5. Есть еще важные технические элементы. Если мы хотим на балконах размещать деревья, хорошо бы делать в углу балкона встроенные бетонные ящики, которые будут наполняться землей, туда будет сажаться дерево, это придает устойчивость, особенно в случае сильных ветра и так далее. А кроме того, для поливки требуется какое-то значительное количество воды. Есть такое понятие серая вода. Это вода из кухни и ванны, в отличие от воды из туалета. Так вот, эту серую воду можно заранее позаботиться о том, чтобы были трубы канализации в квартире, направленные в сторону балкона. Ну и отдельная проблема, есть способы немножко улучшать, немножко фильтровать эту воду, так, чтобы она была хороша для растений. И, кстати, это еще и поощрило бы жителей дома использовать моющие средства экологичные, потому что они идут на их собственное растение, на их собственные помидорчики, которые они будут кушать. И таким образом индустрия экологичных шампуней и прочих средств, она бы могла получить очень большой и серьезный дополнительный импульс. Теперь, это мы поговорили о здании. Кроме того, надо продумывать и сами улицы. Сегодня, как я уже говорил, основной источник загрязнения – это двигатели внутреннего сгорания и асфальт. что мы должны делать? Мы должны подготовиться к тому, что подавляющее большинство, может, все транспортные средства станут электрические, и мы к этому уже очень близки, там, автономные такси и так далее, мы видим, что они уже совсем-совсем на подходе. Там Илон Маск – один из лидеров революции, а у нас в Иерусалиме Амнон Шашуа, там, фирма Мобила, легендарная. Она, кстати, одна из первых в мире занялась вот этой и очень успешной проблемой создания автономного роботоводителя. Вот, значит, а что касается асфальта, безусловно, нужно заменять его на более экологические покрытия. Есть материалы, в частности, так называемый пескобетон, бетон без применения гравия. И один из участников нашей группы, доктор наук Константин Львович, он мировой специалист в этой области, в области пескобетона, и у него есть уже опыт, опыт использования пескобетона как в конструкциях зданий, так и для дорожных покрытий. Так вот, в первую очередь тротуары, но также и проезжую часть вполне можно покрыть экологическими материалами. Кроме того, нужно предусмотреть идеальный город, это город, в котором большие плодовые деревья, которые смыкаются кронами, образуя сплошную тень внизу, для южного города это вообще прекрасно. И на тротуарах, и во дворах. А также надо подумать о том, что можно перекрыть и проезжую часть. Если проезжая часть это всего две полосы, допустим, в каждую из сторон, на таких маленьких улицах, то на тротуарах, если бы сажать большие деревья близко к проезжей части, их ветви могли бы перекрывать. Тут надо, конечно, особо позаботиться об уходе за этими деревьями, чтобы не падали лишние вещи на проезжую часть. Но, как я уже сказал, ближется эпоха сельхозроботов, которые намного облегчат нам эту задачу. А кроме того, существует еще вариант перекрыть проезжую часть такой галереи, решетчатой галереи, на которой будут, например, вьющиеся растения. Но опять они тоже могут быть плодовыми, винограды и так далее, если добиться чистоты в городе. Ну и там, где, возможно, это несколько дороже, но в плотно заселенных районах вполне может быть по карману, это просто опускать проезжую часть под землю. А тогда сверху уже будут газончики, кустики, дорожки, усыпанные песком, и место там для пешеходов и велосипедистов. И жить в таком городе, несмотря на плотную застройку, будет очень и очень комфортно, намного лучше, чем в тех городах, в которых мы живем сегодня.